Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет обзор моих покупок из фикс прайса. Если вам интересно узнать, что же я там прикупила в этот раз, тогда я вас приглашаю к просмотру и начнем. Девочки, начну с того, что в магазин фикс прайс я шла целенаправленно за тем, чтобы купить вешалки и доски разделочные, которые я уже говорила в предыдущих видео о покупках из фикс прайса, которые мне понравились. Но помимо досочек я еще кое-что прикупила. Начнем с того, что я прикупила вот эти доски, которые я вам уже говорила в прошлый раз в покупках, что я взяла одну. И в этот раз я взяла их целых две штуки, потому что при использовании той доски меня правда впечатлило ее использование. Она очень удобная, она легкая, хорошо моется, при всем при этом она, я не скажу, что она сильно гнется, но она правда очень удобная в обиходе кухонном. И поэтому я шла туда и взяла две штучки. К сожалению, не было никакой-нибудь там желтой яркой. Были только двух цветов. Это вот такая вот фиолетовая и красная. Но вообще нисколько не разочарована. Классные доски. В каком-то магазине посуду видела, по-моему, чуть больше 100 рублей. Поэтому, девочки, если вы тоже, как и я, интересуетесь такими досочками, бегите в фикс прайс. Пока еще можно купить их за 50 рублей. Следующее, что я купила для кухни, это был вот такой вот очередной подносик. Я вообще что-то как-то в последнее время акцентирую свое внимание на таких вещах. Вот этот подносик мне понравился тем, что он, во-первых, небольшой. Его размер всего лишь 34 сантиметра. Он идет удобный с ручками. Достаточно толстый. То есть, он, видите, как бы, ну, не тоненький. Сзади рифленый, дно рифленое. И рисунок рифленый. То есть, как бы, хорошо, качественно пленочка здесь сделана. Сочная, яркая. Такое, знаете, по-летнему, по-весеннему. Любимому. И вообще себе принести кружечку кофе и попить вместе. Ну, не знаю, вообще, какой-то такой оригинальный поднос, который мне понравился. Сейчас я его держу одной рукой. Он достаточно весомый такой, девчонки. Так что, кто любит такие вещи, тоже бегите в X-Price. Там есть у них из чего выбрать. Так что, вот так вот. Следующее, что купила для кухни, это была уже тематика у нас пасхальная. Дело в том, что мы все знаем, что 1 мая, по-моему, будет Пасха. И мне было интересно узнать, так как я других девочек смотрела и видела, что они многие разные няшности там приобрели. И мне тоже хотелось там что-нибудь интересного найти такое. Пришла в X-Price. Копалась, копалась. Но по итогу я смогла взять только вот такую фетровую салфетку в виде яйца с цветочками в желтом цвете. И хочу сказать, все остальное, но совершенно мне не понравилось. Корзиночки мне показались какими-то нарочничными. Все какое-то, знаете, такое вот прям, ну, не впечатлило меня. И поэтому я осталась довольна только вот такой вот фетровой салфеткой. Я уже оторвала сколько, этикеточку, сколько она сантиметров идет. Поэтому, сколько я вам сказать не могу, но, наверное, сантиметров 30 она точно есть. Да, 34 даже сантиметра она. Поэтому хорошая штучка. Там они были, по-моему, красного цвета, желтого цвета и еще какой-то, я не помню. Но из всех мне понравился вот такой вот яркий, красивый, сочный, желтый цвет. Вот. И еще кухонная тема. Я хочу вам сказать то, что первый раз мы решили взять с супругом вот такие вот орешки соленые, арахис жареный. Но совершенно никакого на нас там впечатления не произвел. Мы с ним немножечко их погрызли и все остальное, я хочу сказать, то, что мы большую часть высыпали. Но совершенно нет, они какие-то мне показались мягкие, совершенно не жареные. Непонятно, какая-то соль была в них. Знаете, мы как-то испугались, что ли. И как таковой состав я здесь не увидела у него, что же здесь. Ну, единственное, что написали, арахис и соль. Ну, я, знаете, как-то не поверила им, потому что вкусовые ощущения у меня были противоречащие данному составу. Поэтому большую часть высыпали, попробовали и решили, что данную продукцию точно из магазина Фикс Прайс брать не будет. Так что, как-то вот так вот. Следующее, что мы купили, это, знаете, это была вот такая вот штучка, извините, это была вот такая вот штучка для кошек, травка для кошек. Вы все знаете, кто меня смотрит, все мои подписчики, наверное, знают, что у меня есть дома кот у нас. И у нас кот, в общем, он не гуляет на улицу. Но в связи с тем, что он не гуляет на улицу, ему все равно нужны витамины. Витаминки мы ему даем, но мне кажется, этого мало. И кошкам, насколько мне известно, им нужно кушать травку, так как мой кот, он покрыс абсолютно все мои цветы. И мой любимый большой цветок, который вы видите в видео, он их тоже периодически гладает. И поэтому мы решили ему взять вот такую вот травку для кошек. Это 100% натуральный, без химических субстрактов. Насколько мне известно, и как я поняла из надписи на данной упаковке, это идет просто овес, который, собственно говоря, упакован. Сейчас я вам покажу, я уже здесь залила его водичкой. Это овес, который сделан вот такой вот, знаете, такая синтетическая синтепоновая какая-то штучка упакованная. Ее нужно залить водой вот в этом поддончике, накрыть бумажкой, пленкой и убрать в теплое место. И как говорит здесь нам производитель данного вот штучки, я боюсь, что вода прольется, то, что через 8 дней будет свежая трава, то есть свежий овес будет, который будет жевать мой наш котик. Так что будем надеяться, девочки. Думаю, в инстаграм я покажу вам, что получилось через 8 дней из этого. Вот, еще мы купили сыну мыльные пузыри, которые у нас остались в машине. Я, к сожалению, забыла их показать. Классные пузыри, могу вам сказать, они в такой большой упаковке с короной на крышечке. Классные пузыри, которые хорошо, ну, они достаточно прочные, хорошие пузырики, хорошо надуваются. Знаете, просто есть бывают такие пузыри, когда вы их покупаете, они совершенно не мылкие и пузыри не получаются. С тех пузырей, они, ну, правда, классные мыльные пузыри. Так что, девочки, у кого есть детки, кто, у кого детки увлекаются такими штучками, присмотритесь, обязательно прикупите. К сожалению, вот не могу показать эту упаковочку. Следующее, я хочу показать то, что мы купили уже в машину супруга. Это была вот такая вот салфетка автомобильная фирмы Top Race. Она идет 30 на 30 сантиметров, эффективно удаляет пыль и грязь с любых поверхностей. Хранить в удобной, компактной упаковке. Крышка у меня спер ребенок только что. Сейчас чуть-чуть пошелещу. Это вот такая вот тряпочка, которая упакована в полиэтилен для того, чтобы она, ну, держала форму. Потому что после того, как эта тряпочка высохнет, она будет стоять колом. Такие тряпочки мне нравятся даже использовать в хозяйственных ножнах. Я люблю ими мыть окна либо стекла. Классный цвет, синий, мне очень нравится. Такой, знаете, сочный синий королевский цвет. Хорошая салфетка. Муж сказал, вообще классная, ему она понравилась. Надо было взять две, так что думаю, еще обязательно такую салфеточку возьмем. Ее размер 30 на 30 сантиметров. Так что хорошая вещь для уборки в машине, девочки. У кого есть машины, нужны такие салфетки, фикс прайз за 50 рублей, любо-дорого. Следующее, что мы взяли, это тоже были салфетки Top Race фирмы. Набор тряпочек для автомобиля. Они вот, в общем, идут, по-моему, это что-то такое, похоже на фетровые салфетки, что-то такое. Так, тут не написано, как они называются правильно. В общем, размер салфеток идет 17 на 35 и 35 на 35, такие большие салфеточки. Хорошие салфетки, которые нам нравятся, которые я тоже так же могу взять и для бытовых нужд. Хорошо удаляют пыль, не оставляют разводов, хорошо стираются, моются. В общем, классные салфетки, которые могу посоветовать. Еще, девочки, мы взяли вот такой вот коврик антискользящий Home Collection. Он 45 на 35 сантиметров, вот такой вот ковричек. Он идет такого приятного персикового цвета. Я его планирую поместить именно в ванную комнату, потому что наш сорванец очень любит просто принимать душ иногда. Я имею в виду наш ребенок. Поэтому мы решили взять такой коврик попробовать. Сейчас вместе с вами откроем, посмотрим, что он из себя представляет. Ну да, в принципе, небольшой такой коврик, я хочу вам сказать. Думаю, на месяц его хватит. Может быть, побольше, чтобы попользоваться, выбросить и купить другой. У него запаянные такие края. Думаю, он очень хорошо будет прилегать в ванной комнате. Будет удобно. Так что вот так вот, девочки. Вот такая вот. Вот такая вот у нас получается теперь такой, точнее, коврик у нас будет. Ну вот, девочки, это были все мои покупки из магазина FixPrice. Если, конечно, они вам понравились, ставьте лайки. Подписывайте комментарии, что вы берете. Пробовали вы данные досочки для кухни? Берете ли вы такие подносики? Потому что мне интересно, что у вас, какое мнение о данных продуктах, что вы себе покупаете к Пасхе. Тоже будет интересно послушать. Так что вот так вот, девочки. Такой сумбор, простите за голос. Просто мы всей семьей немножко приболели. Поэтому для меня было достаточно тяжко снимать видео. Но понимаю то, что нужно. Хочется с вами поделиться, несмотря ни на что. Так что вот так вот, как-то, девочки. И берегите себя и своих близких. Будьте здоровыми. А с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую. До скорых встреч и пока-пока.